Всем привет друзья, меня зовут Алекс и в сегодняшнем ролике я вам покажу оружие, которое очень имбовое и его скоро пофиксят. Ну и если вы хоть что-то узнаете новое в этом видео, тогда ставьте лайк, только давайте честно. Ну и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы узнавать только самую интересную и важную информацию в CSGO. MagicDrop.ru, самый быстро растущий сайт в Рунете, по открытию кейсов, на котором присутствует лайф-лента. Очень много позитивных отзывов и еще вас порадует ежедневный бонус на 15 рублей, ссылка на промокод в описании. Итак, я думаю вы уже заждались узнать поподробнее в этом ролике, а именно я расскажу небольшую предысторию. Смотрев ютуб, я наткнулся на одно видео популярного ютубера, ну который снимает для иностранцев, и в котором он рассказывал про это оружие, которое на данный момент есть в CSGO, про него никто не знает, и оно очень имбовое. И он решил про него всем рассказать. Но на русском ютубе я видел только таких пару видео, и я думаю вам будет очень интересно это послушать, так как скоро это оружие 100% пофиксят, да и многие ютуберы поднимут на это шум. Ну и многие уже давно поняли о ком оружии я сейчас говорю, а именно юм. И на последней мажоре было очень сильно видно, как его используют, и его брали практически на каждом форсбайе. И этому есть весомый аргумент, так как в конце видео я вам покажу скрины, которые показывают его урон, урон в голову, урон в тело и остальные характеристики, по сравнению с другими оружиями. И я вас уверяю, вы будете просто в шоке. Так что смотрите до конца. На самом деле было уже два обновления, которые так сильно улучшили юм. И Valve это просто не заметили. Да я вам больше скажу, вся аудитория CSGO это не заметила. И сейчас вам скажу такой факт. Юм это самый лучший ган по своей цене. То есть он стоит всего лишь 1200 долларов. А по характеристикам он лучше P90. Я думаю все помнят такие времена, когда вы ходили с P90 и вас обзывали раком. То есть скоро будет наоборот. Вас будут называть раком, если вы будете ходить с юмпом. Если его все-таки не пофиксят и все так будет продолжаться. Потому что я провел свой эксперимент, который меня лично удивил. Итак, я переместился более в такой лайф формат, в котором сейчас покажу вам небольшие отличия от этих оружий. Первое будет P90, второе будет юмп и третье будет М4. Итак, начнем с P90. Посмотрим за сколько патронов он убьет в голову этого бота. То есть, как видите, это два патрона. Прямо вблизи. Но давайте теперь посмотрим, как это сделает юмп. Очень удивительно, тоже два патрона. Теперь будет немного другой эксперимент. Я ему постреляю в тело с довольно средней дистанцией. Шесть выстрелов. Ну а теперь по P90. Та же самая дистанция. Два патрона. Три. Четыре. Пять. Шесть. Было уже шесть патронов. Педьмой. Восьмой. Ребят, тут восемь патронов. Чтобы вы понимали, эта штучка стоит 1200 долларов. А по 90 стоит 2350. Практически в два раза дороже. Ну а теперь долгожданный тест с М4. Посмотрим, как быстро она убьет вблизи. Раз. Два. Тоже два патрона. То есть вы понимаете, насколько это оружие имбовое. А теперь я вам покажу наглядно спрей с этого оружия. Это оружие довольно точное. А теперь я вам покажу чистый спрей без контроля. Теперь у нас на очереди М4. Та же самая дистанция. Начинаем спрейить. И теперь вы можете сами сравнить. Ну а теперь будет без контроля. Та же самая дистанция. Если честно, я даже сказал бы, что у Юмпа немножко даже точнее он идет, чем у М4. В общем, с личного моего эксперимента можно сделать вывод. Что Юм можно покупать не только на форсбаях, а даже на обычных раундах, играя за контртеррористов. Но советовать покупать Юм за террористов я не буду. Потому что у них есть калаш, который все-таки немного лучше. Но я думаю, вы понимаете уже всю мощь этого оружия. И теперь я постараюсь вам рассказать, после каких обновлений такое случилось. А именно, после релиза данной игры, Юмп был довольно сбалансированным. Так как он стоил 1500, пробиваемость в броне его была намного ниже, и скорость перезарядки его тоже была ниже. То есть, вроде бы какой-то баланс был. Но позже, как говорят Valve, они добалансируют данное оружие, уменьшив ему цену. До 1200 долларов. А дальше они ему еще увеличили урон, пробиваемость через броню. И все это время, уже примерно год, это оружие является таким имбовым. Но про него начали говорить только сейчас. Ну а теперь, как я и обещал, вы можете видеть сравнительную статистику, в которой Юмп стоит наравне с М4А4. Лично я просто в шоке. Он абсолютно обходит по всем параметрам П90, МП7, МП9, МАГ-10, ПП Бизон, и остальные штурмовые винтовки. Ну а тебе, а именно тому человеку, который досмотрел до этого момента, я хочу сказать огромное спасибо. Ты офигенный. Потому что именно ты поддерживаешь мой канал. И я надеюсь, ты не забыл поставить лайк. Ну и естественно, подпишись на мой канал, чтобы не пропускать такие же интересные ролики. И быть всегда в курсе таких вот новостей. Ну и в принципе, можешь написать в комментариях свое мнение насчет данного ролика. Ну а меня зовут Алекс, всем удачи, и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok